Здравствуйте, мои уважаемые собеседники, джентльмены, редкие дамы! Сегодня я отвечаю на часть ваших вопросов, но не на все, потому что вот есть очень интересные вопросы, я готовлю на них ответы. Это о системе наказания, об отличии ОПГ и традиционной преступности, об отличии их фени и так далее. Я бы хотел на эти вопросы отвечать вам вместе с богатым. Сегодня, может быть, менее интересные вопросы, но зато я могу ответить на них один. Я, например, очень рад, что неожиданно обширную полемику вызвал мой рассказ о русских меделянах. В частности, Роман в реплике написал, а где вы видели собаку за 100 килограмм? Да, действительно, Роман, вы частично правы. В раншее время, в раншее время, вот большинство наших собак, я имею ввиду волкодавов и азиатов были вот примерно такими. Это, кажется, подписи нет, но, по-моему, это отец Кума, отец Питона, Кум. То есть собака, которая весила порядка 55 килограмм и считалась нормальной собакой. Но сейчас ситуация совершенно другая, и я вам буду показывать сейчас собак из раншего времени, из раншего времени. Но дело в том, что сейчас таких собак очень много. А рассказывает об этом мой добрый друг, старый бойчатник и коллега из Орла Александр Загоруй. Мишаня, приветствую тебя. Ну, прослушал я передачу неочередную твою. Давно ты, Мишаня, не был на боях. Я тебе скажу, уже давно практически подобрались к этим меделенам путем селекции наших уже заводчиков, наших, Кавказа, Азии, там, совместные. Азиаты сейчас выходят с Кавказами. Вот сейчас я был в Тамбове на боях. У меня здесь, у товарища, афганец, ну, вообще оттуда, по национальности афганец. Вот у него кобель 90 килограмм. Так вот с ним дрался армянский кобель 110 килограмм. По экстерьеру я помню, что такое меделян, практически уже близко один к одному. Вот. По поводу Баликута, это генетический урод, вот, который получили путем скрещивания догов, питов и еще какой-то там нечисти, конекурсы или еще что-то, я там, не знаю, они намешали. Ни одного Баликута ты не увидишь одинаково. Они рождаются в абсолютно все разные. По боям никакие там бурбули, никакие эти, никто сейчас не сражается. Сравниться с азиатами, с кавказцами. Вот. А по поводу быка сбивать. Когда-то, помнишь, на нашем турнире, еще в 98-м году, был кобель такой князь. Так он быков сбивал на ходу, просто, как хозяин рассказывал, он пастух. Он говорит, только бык куда-то убегал, он, говорит, прям разгонялся, бил его в грудь и тот падал. Так что мы практически к меделянам уже подобрались. Сейчас такие особи есть, азиатов, кавказцев, что голова кругом идет. Я просто стою рядом. Если раньше они еле ходили, то сейчас они бегут десятку, не задыхаются при весе 110 килограмм. Так что... Ну вот, Роман, что называется вам очередной комментарий специалиста. Когда он говорит о том, что эти собаки стали как меделяны, он, конечно, говорит о внешних качествах, об экстерьере. Но по крови это, конечно, не меделяны. Хотя я не берусь утверждать, какие собаки сейчас лучше, какие хуже. Так, Макс... Макс... Кирилл, что ли? Макс Кирилл интересуется об целенаправленном физическом уничтожении преступности в Казахстане и на Украине. Я на Украине ничего не могу сказать, а в Казахстане я неоднократно был, и ни о чем подобном я не слышал. Хотя общался и с братвой, и с такими бизнесменами, которые не чужды нашему миру. Я вам скажу, где это было. Это было в Таджикистане, когда несколько таджикских воров из десяток авторитетов... В Туркмении, господи, блин. В Туркмении, извините. Когда... Или нет, или все-таки в Таджикистане. В Таджикистане, да. Соус-то у меня из Таджикистана, и знаю я об этом со слов Соуса, своего семейника по восьмерке. Вот там их, да, вывезли на стадион и расстреляли. И, конечно, вторая республика, где с десяток авторитетов просто пропали без вести, это Белоруссия, поэтому и удивляет там совершенно, что называется, свободное вещание некого там претендующего на звание и так далее. Вот там, что называется, носители воровского и виднейшие представители белорусского бандитизма просто пропали без вести. Будет богат, будет лобастый, я еще у них поинтересуюсь, спрошу у них мнение. А, Макс Кирелл, вот здесь. Так, следующие ваши вопросы. Вот, Евгений Казак интересуется моим глобальным взглядом на преступность. Ну, это мой старый собеседник. Часто задает вопросы довольно-таки невразумительные, но в этот раз такой общий вопрос, но я постараюсь на него ответить конкретно. Понимаете, Евгений, преступность, она в крови, в натуре человеческой. Всегда были люди, которые работать хотят меньше или вообще не хотят, а кушать и иметь хотят больше. По причине либо лени, либо недостаточной умственной, как говорится, составляющей, они встают на путь преступления. Многие это делают просто в силу своей бунтарской натуры. Сейчас, конечно, профессиональная преступность видоизменяется. И я вынужден признаться, что новую профессиональную преступность, каковой, видимо, нужно считать, такую вот интернет-деятельность, вскрытие банковских карт, вскрытие банковских счетов, я ее просто, ну, в конце концов, интернет-шантаж. Интернет-вымогательство. Я, к сожалению, этой сферы совершенно не знаю. Хотя вот Михалс, мой тезка из Прибалтики, интересуется, получают ли с Коучей, и в частности с Барановской. Вот, конечно, получать с них надо, потому что это близко там не работяги и так далее. Но здесь сразу же встает такой вопрос. Вы понимаете, ведь, если говорить о моей профессии, то Рэкет, он как? С чего он начинался? Он начинался с того, что не хотите, чтобы мы вас грабили? Платите. А сейчас-то как их ограбишь? Там поселки эти с охраной, дома там с консьержами тоже с охраной, повсюду видеокамеры висят. Защищайтесь от кого-то. От кого? На них сейчас, кроме ментов, никто не нападает. Кроме налоговой службы, там еще что-то. А как мы можем, значит, вот этих потенциальных Коучей защитить от ментов? Нет, Рэкет отходит, приходят какие-то формы, новые формы преступности, повторяюсь, с которой я совершенно не знаком. Ну, а, что называется, бытовая преступность, кухонные боксеры, традиционная преступность, им тоже тяжело. Там, тем же карманушникам, слесарям. Конечно, им сейчас гораздо тяжелее, опять же, в силу этих камер. Смотришь в Ютубе, в Яндексе, по телевизору, это РЕН-ТВ, экстренный вызов. Сколько их ежедневно, ежедневно ловят каких-то людей, которые пытаются совершать преступления и попадают в объективы камеры, и их там быстро находят. И вот здесь плавно вытекает вопрос от Иозефа Швейка. Это даже не вопрос, а реплика, которая говорит о том, что человек выбравших, что людей выбравших криминал, он считает недалекими. Вот я что вам могу ответить? Если говорить о советском времени, вы понимаете, да? Ну вот, во-первых, вот этот момент, который мы уже проговорили, это то, что рождаются просто такие пассионарии буйные, которым тесно в рамках. Вот они по натуре своей бузатеры, такие серии, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И серии там есть упоение в бою и бездны мрачные на краю. Как один из героев Джек Лондона сказал своему Визави, что столетия назад мы могли бы спорить с вами об обладании континентами, а сейчас вот воюем за какую-то там никчемную факторию, условно говоря. Вот такие люди, их, конечно, мало, но они остались. Второй момент. Если говорить о временах Советского Союза, нет, не дураки. Это были люди, которые, может быть, и не буйные, может быть, и не антагонисты не антагонисты обществу. Но вы вот давайте переберем. Можно ли было свободно заниматься музыкой? Нет, нельзя. Целые жанры были в подполье. Были запрещены фактически, я говорю, о шансоне и о рок-музыке. Вспомните, как закончил свою жизнь икона русского шансона, русской блатной песни Аркадий Северный. Значит, группы кое-как там в каких-то там сельских ДК там нелегально выступали и ну, скажем так, вот, повторюсь, были под запретом. Бизнес. Ну, бизнес вообще считался спекуляцией. Ловили цеховиков, ловили там бабок, которые там чем-то торговали. А хрущев, так вообще даже огороды, приусадебное хозяйство запретил. То есть, люди не могли заниматься бизнесом. Одежда. Даже одежда была, ну, во-первых, ее не было. Во-вторых, вот, допустим, случай. Мой отец поехал, уже научный сотрудник, после поездки в Индию, у него была рубашка, которая в виде газет. Рубашка, узор этой рубашки, газеты, 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 газеты. Его остановил патруль. На улице он был доставлен в милицию, потому что неизвестно, что в этих газетах написано, и вообще, что это за человек с иностранными надписями, в рубашке с иностранными надписями разгуливает по улицам города Ленина. Ну, потом, конечно, извинялись и так далее, но вы понимаете, о чем я говорю. Творчество. Вы знаете, не успел подготовиться, но, наверное, у меня достаточно подготовленный слушатель, вы не хуже меня, знаете, сколько людей, сколько писателей были выдворены за границу. Приходят на ум имена Аксенова и Солженицына, но их, ну, пожалуйста, Бродский, который позднее стал, как и Солженицын, Нобелевским лауреатом. Я думаю, там несколько десятков писателей имен наберутся. И что в таких, при таком положении люди дерзкие, сильные, свободолюбивые, креативные, многие из них шли в криминал. И многие из них достигали успеха. К сожалению, к сожалению, я не могу назвать их имена по причине того, что это им навредит. Им это навредит, но смею вас заверить, они достаточно комфортно себя чувствуют. Это люди, которые вот сделали себя. Но одно имя я, конечно, могу назвать, потому что ничем ему не помешаю. Это Леонид Белунов с погонялом Макинтуш. Неужели этого человека вы считаете недалеким, считаете его дураком и так далее? Да, ему завидовать надо белой завистью. Как я понимаю, ни дня не работал, только где-то числился, двигался очень активно, а сейчас проживает в Ницце в комфортных условиях и так далее? Сейчас я ни в коем не хочу, ни в коем случае не хочу сказать, что нынешние времена лучше, чем в Советском Союзе. В чем-то лучше, в чем-то хуже. У меня есть подробная видашка на эту тему. Но если мы жили в нормальной стране, то у молодежи, вот у этих самых дерзких, креативных, умных людей у них обширный выбор. Но, насколько я понимаю, никто сейчас не мешает заниматься музыкой, но если убрать за скобки последние события, там куча издательств, издавай там, хоть и я, вот можно себе представить, что в Советском Союзе бывший заключенный вот издал такую книгу. Ну да, единичный случай, ах-то леви. А сейчас-то, если издательство посчитает возможным, что эту книгу, эту книгу можно издать, пожалуйста, издавайте. Кстати, о книгах. Вы знаете, ребят, огромное впечатление на меня производит, говорю, в настоящем времени, потому что я сейчас ее читаю. книга братишки Вышенкова. Ну, потрясно, вот до слезы, до слезы. Вот человек в натуре в теме. Очень рекомендую, я выложил ее у себя в ВКонтакте, в сообществе, и, ну, соответственно, я это перепостил от Вышенкова. Это такие вот истории из 90-х об отдельных ярких людях, о каких-то очень жестких, нередко, я бы даже сказал часто, кровавых событиях. Это вот не какая-то там нет конвы, вот, от начала до конца. Позволю себе в этом плане, конечно, она написана более ярко, более интересно, чем мой скромный труд, но вот в чем я могу ее сравнить со своей книгой, что ведь свое творение я тоже не могу назвать романом. Почему? Потому что там вот нет какой-то вот такой фабулы, интриги, которая идет от начала до конца. Это почему я под заголовки назвал свою книгу «Хроники времен организованного бандитизма». Там нет вот такой единой истории. Там калейдоскоп, вот такие очерки, скажем так, очерки преступного мира 90-х, отдельные картинки. И когда там мы что-то комбинируем с представителями киношников, там, с продюсерами, они говорят, «Миша, очень интересная книга, но ее нужно профессионально переделывать под кино, чтобы была история». Либо это история про твоих любовных отношениях, что вот первый раз ты сел, девушка тебя не дождалась, потом ты влюбился в свою подельницу, и там ваше яркое чувство было прервано твоим очередным сроком, потом ты неудачно женился, и так далее, и так далее. Но, правда, родились прекрасные дети. И, наконец, вот ты встретил прекрасную Мариэль счастья всей твоей жизни. Тогда это будет криминальная мелодрама. Либо, там, условно говоря, это какое-то жесткое противостояние, которое преследует меня всю жизнь. И тогда надо будет все столкновения, все конфликты, которые описаны в моей книге, сводить их к тому, что все это было как будто с одним человеком. И тогда это будет криминальный экшен. Или, например, это, что вот я под влиянием своего отца, я поступаю на факультет журналистики, но, значит, там вот эти столичные мажоры советского времени вызывают у меня зависть, я начинаю воровать, сажусь в тюрьму, отец меня поддерживает своими письмами, значит, ждет меня, я сажусь все снова и снова, и вот, наконец, я освобождаюсь, там, становлюсь авторитетом, отец принимает это, даже гордится тем, что я стал авторитетом перед своими друзьями, фронтовиками, историками, профессорами, и вот, наконец, к великому сожалению, мой отец уходит в мир иной, а я взялся за ум и написал книгу, и вот, надо мной встает такая тень отца Гамлета, который вот, наконец-то, видит, что, пусть после его смерти, но сын осуществил его мечту, перестал быть преступником, а стал писателем, тогда это, ну, я не знаю, тогда какой это жанр, там, я не знаю, ну, в общем, суть в том, что для любого из этих направлений в моей книге есть материал, но вот просто так взять ее и экранизировать, к сожалению, нельзя, но вот, уважаемый Иозеф Швейк, надеюсь, вот я вам на конкретном примере Белунова, к сожалению, другие назвать не могу, да вы их сами, наверное, знаете, просто я в силу этикета и воспитания я не могу себе позволить назвать их имена, давайте посмотрим, могу ли я на что-то еще ответить без ребят, есть еще одно, еще раз, значит, рекомендую, братишки, братишки написано английскими буквами Вышенкова, Такой вопрос, почему раньше не вели 210-ю статью, спрашивает Михаил Никонов, но после войны, когда Хрущев начал бороться с ворами, у него были другие методы, был открыт, во-первых, только недавно закончилась сучья война, и многие из воров погибли, сохраняя имя и чистоту, а другие были уничтожены в Белом Лебеде и в подобных тюрьмах, и воров в это время всего было около 60 душ на весь Советский Союз, и наверное, судейские посчитали, не видели в них какой-то опасности, потому что они пребывали в основном в лагерях, если на свободе, то, что называется в глубоком подполье, и там не считали нужным там что-то менять, а в 90-е годы, в 90-е годы их количество увеличилось в 10 раз, и на просторах бывшего Советского Союза уже появилось около 600 душ воров, и допустим, в такой республике, как Грузия, это просто приняло форму стихийного бедствия, там население, по-моему, около 4-4 миллиона в Грузии, вот около, вот сейчас, например, не знаю, сколько тогда было, а сейчас около 250 грузинских воров, грузин по национальности, и у них было очень сильное влияние, опять же, не сейчас, а вот в советское время, Новоросская общаг, даже в школе, в школах на переменках собирали, и Саакашвили, вот, ввел эту 210-ю статью, возобновил эту систему отречений, и так далее, ну, наши, блин, попугаи взяли, решили, блин, это скопировать, но делать-то это надо было в 90-е годы, когда в натуре было там засилие организованной преступности и воров, как их идеологов, хотя там не вся организованная преступность придерживалась воровского, но понятно, да, что вот так, если упрощенно, то есть, что называется, армия, и есть полководцы, ее идеологи, но тогда и надо было вводить, а сейчас-то зачем? Сейчас, во-первых, их число значительно уменьшилось, по данным прайм-крайма, по прайм-крайма, их сейчас 409 человек, русских из которых всего 40. Какой смысл, какой смысл вот было вводить эту 210-ю статью, я не понимаю. На мой взгляд, это, во-первых, не своевременно, во-вторых, мы своими руками уничтожаем самобытнейшую касту, о которой нужно снимать кино, о которой нужно хранить такую своеобразную форму традиций, как там, я не знаю, кулачных боев, царь горы, и вот что есть воры, как, например, в Японии, в Японии это якудза, якудза, вот есть же они, насколько я понимаю, их особо никто не преследует, они являются частью японского общества, а если государство считает, что они мешают, хотя, я повторяю, воры все вместе никогда в жизни не украдут столько, сколько один чин налоговой полиции, таможни, или там легендарный полковник Захарченко, значит, не там преступность ищет наша власть, допустим, если решают с ними бороться, то ведь все достаточно просто, освобождается урка некоренной национальности, ему просто от Колокольникова вручали префект о том, что его пребывание на территории России нежелательно, у тех, у кого есть российское гражданство, его нужно было, ну, можно было просто там найти, где там это нарушение в выдаче, там фиктивный брак, или там в дом управления что-нибудь там за взятку поступил, получил, и, скажем так, некоренную национальность можно было просто депортировать, ну, и осталось бы 40 русских, плюс там чечены, курды, один немец, по-моему, один еврей есть, ну, там, татары, ну, то есть, скажем так, их число бы не достигло той критической массы, что нужно было вводить 210 статью. Вот таким образом я отвечу на ваш вопрос, и на этом мы завершим сегодняшнюю встречу. спасибо тем, кто дослушал. Спасибо.